Музыка Приветствую вас, братья и сестры. Почитаем с вами сегодня, на мой взгляд, одну интересную вещицу. Вчера, сокрушенный своими скорбями, сидел я один вдали от людей, В тенистой роще и снедался сердцем. В страданиях люблю я такое врачевство, И охотно беседую наедине со своим сердцем. Ветерки жужжали, и вместе с поющими птицами С древесных ветвей не спасылали добрый сон, Даже и слишком изнемогшему духом. А на древах, любимцы солнца, Сладкозвучные кузнечики на музыкальных гортанях Оглашали весь лес своим щебетанием. Неподалеку была прохладная вода, И тихо струясь по увлажненной ею роще омывала мои ноги. Но мною так же сильно, как и прежде, владела скорбь. Ничто окружающее не развлекало меня, Потому что мысль, когда обременена горестями, Нигде не хочет встречать утешение. И я, увлекаемый кружением парящего ума, Видел в себе такую борьбу противоположных помыслов. Кто это, как вы думаете? Кто сей поэт? Григорий Богослов, епископ Назиан. Это тот Григорий, которого мы называем среди трех великих. Василия, собственно, Григория и Иоанна. Друг Василия Великого, его спостник, Самолитвенник, великий отец и учитель церкви, Певец Святой Троицы, Который поминается церковью очень часто и с большой любовью. В тропаре Григорию говорится, что «Пастырская твоя свирель, ритеров, победи трубы». Григорий вообще сладок. Сладок, потому что горьк. Вы знаете, что сладость и горечь, они могут превращаться взаимно друг в друга. Так скажем, тот святой Езекииле, о котором мы не так давно вели речь, пророк получил от Бога некий свиток таинственный, который нужно было ему съесть, чтобы проповедовать Слово Божие израильтянам. Он его съел, и в устах у него это было сладко, а в очреве горько. Вот так и святые отцы. Они проповедуют, и то, что в устах у них, нам сладко, но у них в очреве горько, потому что проповедь их рождается из большой боли, из большого страдания или сострадания, из глубокого покаяния, и они существа страдающие. И вот Григорий в одном из своих слов пишет о себе, о человеке. Что же за мысли терзают Григория, о чем он думает? А думают он о себе. Кто я такой? Откуда взялся? Кем был, что есть и кем буду? Причем дальше. Я существую. Скажи мне, что это значит? Иная часть меня уже прошла, иное я теперь, а иным буду, если только буду. Я не что-либо непременно, но как поток мутной реки, непрестанно притекающий, не стоящий на месте. Чем же назовешь меня? Что наиболее, по-твоему, составляет мое «я»? Объясни мне это. И смотри, чтобы теперь этот самый «я», который стоит перед тобой, не ушел от тебя. Здесь Григорий говорит о том, о чем говорит древний философ, а нельзя войти в одну реку дважды, и человек сам меняется постоянно, он вечно переменчивое существо. Как бывает, мы не видали человека месяц, например, встречаем его, встречаем его изменившимся. Быстро подрастают чужие дети, потому что мы не видим их, и быстро замечаем изменения. Меняется человек после встречи, когда мы не видим все некоторое время, потому что мы не были рядом. эти гладкие перемены были скрадены от нас долгим отсутствием. И потом, как удар, вдруг нам эта встреча с изменившимся человеком. А ведь действительно мы меняемся постоянно. И я сам в детстве уже не тот, который есть сейчас. И если даже буду старостью, не буду тем, который сейчас. На свои собственные фотографии, глядя, я удивляюсь, я ли это. Знавшие меня в детстве или юности не узнают меня. Не из-за бороды, скажем там, или там чего-нибудь другого, или приобретенных болезней, скажем там, хромоты, или шрама на лице какого-нибудь, а из-за того, что меняется вообще сам человек. Кто я? Я был тогда, или я сейчас, или я тот, который и буду. Вечно ускользающее я. У Брэдбери есть такой чудный рассказ, роман, вернее, «Вино из-за дуванчиков». Там маленькие девочки ополчились на бедную бабушку. Бабушка сказала, что она была такая же, как эти девочки. Девочки игрались где-то игрушками. Говорит, «И я была такая же маленькая», и девочки на нее начали шипеть, как гусята. Говорит, «Ты врешь, ты злая, ты плохая, ты обманываешь, ты никогда не была такая, как мы. Ты не можешь быть такая, как мы. Как ты можешь быть такая, как мы? Посмотри на себя, посмотри на нас». Понимаете? Старики и дети — это две разные планеты. Это разные планеты, и трудно понять, что старик был ребенком, и что ребенок будет стариком. Об этом пишет святой Григорий. Часто ли мы думаем об этом, братья и сестры? Если редко, то будем думать чаще. «Сперва заключался я в теле отца, потом приняла меня мать, но как нечто общее обоим, а потом стал я некая сомнительная плоть». Он говорит о зародыше. «Нечто не похожее на человека, срамное, не имеющее вида, не обладающее ни словом, ни разумом. И матерняя утроба была мне гробом. И вот мы от гроба до гроба живем для тления. Ибо в этой жизни, которую провожу, вижу одну лишь трату лет, которая приносит мне гибельную старость. А если потом, говорит Писание, примет меня в вечно нетленная жизнь, то настоящая жизнь, скажи, вопреки обыкновенному мнению, не есть ли смерть? И смерть не будет ли для тебя жизнью? «Я, — говорит Григорий, — образ Божий, но родился сыном срама. Со стыдом должен матерью свое достоинство наименовать похотение, потому что началом моего прозябания было истекшее семя. И оно сотлело и стало человеком. И вскоре не будет человеком, но прахом. Таковы последние мои надежды. А если, душа моя, ты что-нибудь небесное, то скажи мне, откуда ведешь свое начало? Если ты, душа моя, Божия, дыхание и Божий жребий, как сама думаешь, то отложи неправду и поверю тебе. Чрезвычайно важная мысль. Тело наше, да, течет, изменяется, родившееся из истекшего семени, имеющее стать прахом. Но душа, нечто отличное, нечто отличное тело, живущее в нем, как в одежде, она откуда? Если ты от Бога, и ты некое дыхание божества или, по крайней мере, несешь в себе некую теплоту божественного дыхания, то, говорит Григорий, отложи от себя всякую ложь, и я поверю тебе. Потому что, если ты Божия, почему в тебе столько лукавства? Почему в тебе столько любви к плоти, к праху, к тлену? Почему столько суетности, столько невнимания, столько пренебрежения к своему вечному будущему жилищу? Глубокая мысль, достойная Святого Отца. Заканчивается это краткое слово следующими словами. К чему приведешь меня, зломудренный язык? «Где прекратятся мои заботы? Остановись! Все ниже Бога! Покорствуй Слову!» Слову с большой буквы, то есть Слову Божию. «Не напрасно сотворил меня Бог!» От нашего малодушия такая мысль. Теперь мрак, а потом дастся разум. И все уразумеешь, когда будешь или созерцать Бога, или гореть в огне. Все уразумеешь, когда будешь или созерцать Бога, или гореть в огне. Второй вариант, конечно, страшен, но уразумеют все и те, и другие. Потом, когда все узрит. «Как скоро воспел я эту любезную песнь, утолилась моя скорбь. Поздно пришел я домой из тенистой рощи, и иногда смеюсь над рассуждениями иначе, а иногда, если ум в борьбе с самим собою, то томлю скорбью в свое сердце». Это слова, собственно, поэта больше, чем святого отца. Это не слово, сказанное с кафедры, не слово проповеди. Это слово человека, философствующего, один на один беседующего со своим слабым, человеческим, трепещущим сердцем. Человека, пытающегося прозреть сквозь мглу облегающих разных помыслов, сует и переживаний вечный, невечерний свет божества. Григорий в этом смысле очень интимен. В отличие от Василия, который был крепок, как скала, как адамант, как действительно такой утес, об который разбиваются в пыль ревущие волны. Василий был несокрушим и чуден. Григорий более интимен, он такой уединенный певец. И это трогает в нем. Он красив по-своему. Вообще, каждый из них трех, Василий, Григорий и Иоанн, достойны великих песен, каждый по себе в отдельности. И я благодарен Богу, что мы имеем возможность прочесть что-нибудь из Григория, не только из его этих песен, в эту славу святой Троицы, которую он называл «Моя Троица». Бога называл так он. Но и такие вот его меланхолические такие размышления наедине у ручья о своей бедной жизни, о том, кто я такой. Если занимались этим такие великие люди, то и нам не грешно подумать иногда, откуда я, куда и зачем. Будьте Богом хранимы, братья и сестры. Спокойной ночи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин